Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам надо бы ответить себе на вопрос о том, что делали, чтобы что вы хотите. То есть, какая у вас цель? Мужчина четко сказал, что он не собирается прекращать с ней общение, что это для него важно, но ему нужно, ну, короче, он не хочет прекращать общение с ней. Это неприятно, да, это неприятно очень, я с вами согласен, но это его право. Это его право не прекращать общение с ней. Я скажу, что вы хотите. И что в этой ситуации можете сделать вы? Например. Например, вы можете спросить себя, почему вас напрягает такое общение. То есть, получается по факту, что вы чувствуете неуверенность в себе из-за того, что человек общается с другой женщиной. Я не говорю, что он обязательно должен с ней общаться. Я не хочу так сказать. Но я хочу сказать, что тот факт, что вас это напрягает, тот факт, что вас это напрягает, это именно ваше ответственность. Именно у вас в данном случае заключена проблема. И, соответственно, с этим и нужно в первую очередь что-то делать вам. Ну, например, поработать с ревностью, если у вас она есть. Например, посмотреть, что вам значит для вас молодой человек. То есть, ну, как много у вас связано с, ну, вот, с ним, да? Как много у вас завязано на человеке. Вот. То есть, можно поисследовать вот эти аспекты. Они важны, да? Вот. Можно посмотреть, не боитесь ли вы потерять его, своего мужчину, я имею ввиду. То есть, вот, на эти все моменты, на эти все аспекты, я рекомендую вам обратить свое внимание. Самое пристальное внимание, потому что это очень влияет. Быть может, имеет смысл поменять что-то в поведении вашем, вот именно, ну, именно в вашем поведении что-то изменить. Может быть, может быть, что-то человек отдалкивает, ну, что-то человека напрягает. При взаимодействии с вами. Например. Так что, примерно так мне видится ваша история. И, как мне кажется, принципиальным здесь является то, что у вас нет цели. То есть, вы не знаете, что хотите. Вы не знаете, что вам нужно. То есть, изменить человека не получится. Именно поменять человека не получится. Разобраться в себе можно и даже нужно, если у вас есть такая потребность, если у вас есть такое желание. Можно и нужно это все сделать. Конечно. Ну, вопрос заключается в том, опять же, чего конкретно хотите вы. И что конкретно нужно вам. Вот то, что я могу вам сказать. В остальном, если вы, ну, если вы мужчину выбрали себе, то надо ответить за свой выбор. Если вы считаете, что человек не может и не должен общаться с другой женщиной, да. То вы о неприемлемости такого поведения можете заявить. Если вы, например, можете допустить, если вы можете допустить, если вы допускаете, что человек, вероятно, получает от нее чего-то, что он не получает от вас, допустим, то нужно постараться дать ему это. Дать ему вот как раз то, что он хочет, то, что ему нужно. Вот, в принципе, в принципе, так. В принципе, такая уже история. Ну, такая история. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!